Что происходит с рынком недвижимости сегодня, об этом не только, мы поговорим с заместителем руководителя управления Росреестра по Хакасии Натальей Осачаковой. Наталья Ивановна, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, как ведет себя сегодня региональный рынок недвижимости? Вот есть данные статистики, что она говорит? Да, наша статистика говорит, что в принципе в республике рынок недвижимости активизировался на 12,5% в сравнении с прошлым годом. Мы можем судить в Росреестре по учетно-регистрационным действиям, которые мы проводим, по тем решениям, которые мы принимаем по различным сделкам, по регистрации прав, по постановке на учет объектов недвижимости. И вот у нас мы отмечаем рост с прошлым годом. Если в прошлом году это было около 200 тысяч, то в этом году у нас таких учетно-регистрационных действий 211 тысяч. А что предпочитает продавать, покупать, строить? Или есть такой некий баланс вечный? Есть такой баланс. Но, как правило, всегда больше сделок купли-продажи. Они стабильны, скажем так. Их всегда стабильно больше. Но в этом году мы отмечаем и рост новых объектов строительства. Это индивидуальные жилые дома, какие-то большие объекты, многоквартирные дома. Их в этом году немножко больше. Если рассмотреть рынок недвижимости не с точки зрения только декабря, а за год взглянуть на него, его лихорадит? Или помните, как это было весной, март-апрель, ставка Центробанка гуляла, люди боялись брать ипотеку, потому что было дорого, потом все нивелировалось. Вот сейчас рынок стабилизировался? Да, мы можем сказать, что рынок стабилизировался. Нет такого, скажем так, и понижения спроса, и ажиотажного какого-то спроса нет. Все относительно весны этого года, марта-апреля, где мы немножко наблюдали спад, в июне началось повышаться спрос. Вот он на таком уровне и остался. Наталья Ивановна, вот половина заявлений поступает в Росреестр онлайн. Я побыл у вас на сайте. У такого формата есть преимущества по сравнению от онлайн, либо приходишь МФЦ и лично вот так отдаешь документы, на ваш взгляд? Конечно, есть. Мы стараемся активно развивать именно электронную подачу документов, потому что на самом деле люди к этому еще не привыкли, но это очень удобно. Вот мы за прошлый год регистрировали пока около 40% таких электронных сделок, то в этом году уже 47%. То есть мы уже приближаемся к половинам наших всех сделок в электронном виде. Ну, во-первых, это быстрее. Мы такие сделки регистрируем за один рабочий день. То есть вы, можно сказать, сегодня подали, завтра вы, самое позднее, получили уже свои документы. Но мы говорим о продаже либо покупке квартиры. Как правило, это львиная доля сделок у вас же, да, проходит? Да, и это купля-продажа, и это постановка на учет. Если вы создали какой-то новый объект, да, дом построили или гараж, вы можете тоже это все подать в электронном виде. А насколько эта процедура забюрократчена? Она вот как раз сейчас гораздо упрощается. Больше минимум пакетов документов нужно подавать, потому что, как правило, если вы построили дом, вы согласуете строительство это с администрацией того населенного пункта, где находится вам дом, и они за вас могут подать эти документы к нам. Вам уже, по сути, ходить никуда не надо. Ну, еще один, да, отмечу важный такой фактор, да, это, ну, опять же, на 30% мы знаем, что все электронные госпошлины по электронным документам, это через сайт госуслуги, госпошлины дешевле. Это тоже очень удобно. Ну, это очень важно, учитывая, если ты купил квартиру, да, ты и так без денег. Еще одна любопытная цифра. 75% ипотечных сделок в ХКС регистрируются тоже онлайн. В данном случае, если мы говорили у заявителя, есть какая-то привилегия? Вот как госпошлина? Ну, привилегия, как правило, какая по ипотечным сделкам? Все оформляется в одном месте. Это, как правило, кредитная организация, банк, да, в котором берется ипотечный кредит, они оформляют все документы на это и сами подают к нам документы. То есть заявитель, опять же, никуда специально не ходит, чтобы, допустим, у нас важным моментом является наличие электронной подписи. Тут банк сам готовит, изготавливает эту подпись. По сути, все. Человек один раз обратился в банк за ипотечным кредитом. Ему, допустим, одобрили. Ему его одобрили, и там же они оформляют. Да, и мы с банками очень тесно сотрудничаем, когда они нам подают документы. Естественно, мы их видим, уже где-то бывают какие-то, если не дать что-то, мы максимально быстро отрабатываем. То есть, как правило, задержек бывает минимальный. Скажите, а есть случаи, в которых сделку могут приостановить? Вообще не бывают такие случаи? Да, конечно, не бывают такие случаи, потому что, ну, это элементарно, какой-то недочет в том же, если мы говорим о сделках, договоре купли-продажи, да. Там можно описаться в одном слове, да, или в одной букве, в одной цифре, и это уже может свидетельствовать юридически, либо о другом объекте, либо о другом человеке, да, если буква в имени, допустим. Либо сделку можно признать ничтожной, да, по ряду сил. Да, по некоторым обстоятельствам можно признать ничтожным, либо, если необходимое согласие отсутствует, да, допустим, если квартира до этого была в залоге, то тут продавать можно только согласие залогодержателя. Вот такие моменты, нюансы есть, конечно. Наталья Ивановна, давайте сейчас заглянем в 2023 год. У нас декабрь, допустим, на дворе 2023 год, 1 марта. А почему эта дата? С 1 марта, простите, с 1 марта станет невозможно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости без согласия владельца имущества. Вот почему Росреестр пошел на такое ужесточение? Да, есть такой федеральный закон. Он, скажем так, очень был нужен и необходим. Он действительно немножко затрудняет условия уже покупки и продажи жилья, потому что уже не получишь просто так сведения о владельце той квартиры, которую желаешь купить. Но это нужно, потому что единственный, максимально возможный способ избежать каких-либо мошеннических действий, которые мы слышим регулярно где-то происходит. И закрытие таких данных, то есть это фамилия, имя, отчество, персональные данные, дата рождения, которые с 1 марта не будут отображаться в выписках из Единого государственного реестра недвижимости, если собственник квартиры не дал такое согласие. Вот в чем заключается главное изменение. Если вот вы не напишите нам свое согласие, что вы хотели бы, чтобы... То есть мою квартиру юридически нельзя просветить? Никто не будет знать, что это ваша квартира, что эта квартира по такому-то адресу принадлежит непосредственно вам, пока вы не дали такое согласие. Ну, вы понимаете, что риэлторы взвоют, они на вас с вилами пойдут, извините за подобное сравнение. Надеемся, что до такого не дойдет, потому что все-таки запрещая, скажем, один момент, предлагается другой использовать. В данном случае прорабатывается вопрос, чтобы такое согласие было достаточно легко дать и получить через портал Единых государственных услуг. Поэтому я думаю, что проработается до конца. Здесь, конечно, действительно нужно, уже зная, что вы хотите приобрести эту квартиру, договариваться с продавцом, чтобы он дал такое согласие вам получить такие сведения. То есть, если это речь идет о самой сделке, человек продает ее, да, конечно, он даст согласие. Но если он не подумывает об этом, то дом просветить, извините, повторюсь, нельзя. Совершенно верно. Наталья Ивановна, огромное спасибо, что нашли время и пришли в студию РТС. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Вопрос дня». В студии работал Эдуард Иванов. Всего доброго. Спасибо.